В эфире Ксения Котельникова и программа Дети Балтики. Мы живем в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Здесь наш дом, здесь мы чувствуем себя в безопасности, здесь нам хорошо. Это еще один ребенок, дом которого Балтийское море, его прибрежные территории. В этих водах жили его предки, здесь должен жить и он. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Нерпе перед родами необходимо вырыть яму в береговом снегу, чтобы новорожденный детеныш был в безопасности. Однако в последнее время из-за поступающего городского тепла снега на берегу Финского залива практически не осталось. Это грозит нерпенку опасностью быть съеденным. Даже если малышу удалось выжить и набрать массу, он все еще под угрозой. Съеденный полиэтиленовый пакет, сохранивший запах еды, может вызвать закупорку кишечного тракта. Это ведет к медленной и мучительной смерти малыша. Чтобы как можно больше нерп было в безопасности, различные зоозащитные организации проводят акции и рейды по спасению этих животных. Наш корреспондент Алена Роговенко взяла интервью у ведущего специалиста Балтийского фонда природы. Какие существуют наиболее эффективные методы по спасению нерп? Для того, чтобы спасать нерпу, для начала нужно ее изучить. В рамках нашего проекта каждый год на протяжении двух лет, в летний период, наши волонтеры выезжали на острова Ладожского озера, чтобы сделать фотографии нерп на залежках. Мы фотографировали нерп на ручные фотоаппараты обычные, или на фотоловушки, которые здесь продемонстрированы. Вот так они выглядят. В результате вот таких вот двухгодичных исследований мы получили огромную фотографическую базу данных тюленей. Некоторые снимки вот вы видите здесь. Снимков у нас получилось достаточно много, более двух терабайт. Для чего эти снимки в принципе нужны и как они помогут в сохранении нерпы? Эти снимки нужны для использования такого метода, который называется фотоидентификация. Фотоидентификация, что это значит? Начну издалека. У каждой нерпы на рисунке есть такой паттерн в виде колец. Они поэтому называются кольчатые. Но такой рисунок для каждой нерпы индивидуальный, и он не повторяется никогда. По этому признаку одну нерпу можно отличить от другой, как человека по отпечаткам пальцев. Что мы делаем дальше? Наши финские коллеги в данный момент разрабатывают компьютерный алгоритм, основанный на искусственном интеллекте. Этот искусственный интеллект прогонит всю нашу большую базу данных тюленей, определит их рисунок на шкуре каждой особи и сравнит, какое небо мы встречали дважды или несколько раз, в каких районах, как они перемещались. И эти данные нам помогут, в принципе, для начала подсчитать, сколько мы тюленей смогли сфотографировать и оценить их миграции на акваторию озера. Есть еще один способ, помогающий нам в изучении популяции тюленей, называется меченье. При этом в методе на тюлене, на конкретную одну особь, крепится GPS-передатчик. Крепится он абсолютно безопасно, на специальный клей. И в период весенней линьки этот передатчик вместе с старой шкуркой из тюленя совершенно безопасно слетает. Но благодаря этому мы за определенный промежуток времени получаем GPS-трек. Как тюлень передвигался по акватории озера, где он нагуливал рыбку, где он нагуливал аппетит, где он питался, в каких акваториях он отдыхал. И все эти данные помогут нам в дальнейшем прогнозировать научно обоснованные шаги по сохранению нерпы и ее дальнейшему изучению. Фото-ловушки, нерпы с GPS-трекером, искусственный интеллект – это все безумно интересно. Мы будем и дальше наблюдать за развитием этого проекта. Мне, как журналисту, очень нравится творчество моего современника Чака Паланика. Он сказал, что человечность определяется не по тому, как мы относимся к людям. Человечность определяется по тому, как мы относимся к животным. Получается, не только мы, люди, спасаем детей Балтики, но и животные, дети Балтики, оберегают нас от бесчеловечности, черствости и равнодушия. Так давайте же совершать добрые дела. Ксения Котельникова, программа «Дети Балтики». Ксения Котельникова, программа «Дети Балтики».